здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 30 октября 2020 года тоже небольшое короткое видео но хочу привлечь ваше внимание потому что кроме нас кроме нас народа это за нас никто не сделает спасение утопающих дел рук самих утопающих поэтому информация но вот приоритете то что я занимаюсь так называемой альтернативной истории допотопной москвой немножечко сейчас получается отошла в сторону это не значит что у меня нет материала у меня очень много материала по этой теме но вот сейчас данный момент здесь и сейчас мне такое ощущение что приоритеты надо расставить несколько иначе поэтому я в таком ритме делаю фильмы по информации по жкх по антимаскам по антинародным законам собственно говоря по геноциду и потому что вообще происходит потому что если мы упустим главное то потом не будет смысла заниматься никакой другой истории альтернативной еще какой-то если мы упустим главное свою страну свою землю то что он предпосылки к этому есть сейчас уже много видео и и я тоже обратила внимание вот например 10 октября у у нас была экскурсия прогулка подопотопной москве в районе улицы шабловка но естественно я готовилась к этому маршруту я изучала информацию дополнительную и официальную в том числе информацию и мне встретилось в одном из зданий по улице шабловки мне встретилось то что в одном из домов находится департамент имущество города москвы но как бы департамент и департамент ну и чтобы такого но я поскольку работаю символикой уже несколько лет в том числе занимаясь вот альтернативной историей без символики никуда естественно мне бросилась глаза герб этого департамента он герб если мы посмотрим герб ватикана герб ватикана то в общем то у нас напрашивается прямые аналогии во первых красный щит во вторых два ключа здесь у ватикана еще ленточки и тирада папская и ключи развернута другую сторону здесь как бы ключи от рая они называют ключи от рая женского и мужского а вот что с департамента и городского имущества здесь на красном фоне такие же ключи только повернуты на себя это тоже ключи от рая от чего рая мы видим прямую аналогию с ватиканским гербом да здесь сомнений нет никаких да он может быть по статусу другой но по всей видимости департамент городского имущества у нас уже ватикан заведует напрямую может быть нам как бы сообщил что-то гаман максим федорович вот я стала искать чтобы это могло означать что означает герб герб этого департамента московского департамента имущества но я это не нашла здесь вышла другая инструкция давайте с ней ознакомимся об утверждении инструкции по делу производства в департаменте городского имущества города москвы правительство москвы департамент городского имущества города москвы приказ а 31 декабря 2014 года номер 390 об утверждении инструкции по делу производства вот смотрите у них четко идет дело производства когда нам например зомбом масочники мы спрашиваем документы они нам ничего не могут предоставить они предоставят какие-то бумажки без подписи на самом-то деле мы видим что все как положено дело производства идет то есть документы должны как как положено оформляться документы приказы распоряжения читаю дальше в целях совершенствования документирования управленческой деятельности организации работы с документами департаменте городского имущества города москвы в исполнении пункта 352 приказа департамента от 0 1 10 2014 292 6 лет прошло выполнение корректирующих действий по результатам внутреннего аудита видите у них внутренний аудит номер 02 дробь 2014 приказываю утвердить прилагаемую инструкцию по делу производства далее инструкция департаменте городского имущества города москвы второе первым заместителем руководителя заместителем руководителя вот это я не поняла первым заместителем руководителя потом за мисс просто заместителем руководителя то есть там есть еще есть первое есть не первое сколько их туда сидит вот этих вот чиновников начальником структурных подразделений департамента городского имущества города москвы ознакомить всех сотрудников курируемых структурных подразделений с инструкцией под роспись а инструкция то она же прям вот аж с большой буквы написано прям как имя собственное с инструкции под роспись они как бы как да видите под роспись они просто там когда они нам подсовывают непонятные филькина грамота здесь вот под роспись третье признать утратившим силу приказ департамента земельных ресурсов города москвы от 02 07 2012 номер 139 о порядке выдачи направления заявителю хранения документов информации подтверждающих предоставление государственной услуги и приказ департамента городского имущества города москвы от 30 08 20 13 номер 215 об утверждении инструкции по делопроизводству департаменте городского имущества города москвы вот они утверждают посмотрите между собой у себя внутри у них все нормально с делопроизводством и с документами они утверждают даже инструкции и дают их под роспись они как бы они абы как 4 контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента городского имущества города москвы тетушкина и вот далее далее на что я еще обратила внимание и к чему я привлекаю ваше внимание связи с новой обстановкой с новой информации сегодня вот был ролик одной женщины мы сейчас его найдем о том что город москва он вышел из баланса российской федерации как и санкт-петербург вот есть такая информация и не связаны ли как-то вот с этим что они какие-то уже отдельные вотчины зелью сделали что они уже раздробили уже и российскую федерацию раздробили потому что здесь подписано министр правительства москвы руководитель департамента вот если бы он был просто руководитель департамента москвы это было бы правильно но вот эта приписка министр правительства москвы это уже что-то я например могу сказать что советском союзе у нас было союзное правительство был это высший ранг и поскольку было 15 советских республик которые входили в общий состав советского союза еще бы каждое министерство были республиканские было рсфср и все остальные республики в каждом каждой республике было свое министерство и свои ведомства министерства и ведомства и общесоюзные было министерство и ведомство в российской федерации не может быть никаких других министров по логике до кроме одного общего потому что здесь нет никаких других республик здесь есть автономной области потому что российская федерация на себя назвала правоприемником рсфср и вдруг у нас появляются какие-то министры у нас появляется ватиканский ключ ватиканский ключ у нас появляется похожий да вот но с него с точно точно с него этого с этого ключа вот он это не это не может быть никаким никакой случайностью никаким совпадением просто вот так ключи понравились и и решили ключиками потому что но ключ до это к имуществу здесь вот как бы символика рая и рая для женщин и для мужчин большой вопрос я не знаю что там за символика это отдельная и отдельная тема но я вижу так что департамент московского городского имущества уже находится под ватиканом и у них уже находится свои министры далее решила проверить как с другими городами и с министерствами как моя версия на то что они уже раздробили на мелкие княжества россию ехать пошла посмотреть вот допустим набираем министр нижегородской области вот как это может быть оказывается нижегородской области министр здравоохранения министр спорта образование культуры вот все по нижегородской области как советском союзе были республиканские нижестоящие так они дробану ли раздробили уже Российскую Федерацию. РСФСР. А по факту РСФСР. Вот они уже ее раздробили на мелкие княжества. Вот есть у нас Нижегородское княжество. Если мы что-нибудь другое найдем, допустим, я просто сейчас вот на вскидку беру. Давайте Саратов возьмем. Опа! Вот сразу. И даже фамилии выходят. Я только начала набирать. Министр Саратовской области. Вот пошел. Давайте другой город какой-нибудь. Давайте Казань. Не Казань, а допустим, возьмем... Возьму-ка я Владимир. Опа! И Владимирской области министр и здравоохранения. Департамент образования Владимирской области. Министр культуры Владимирской области. То есть даже Владимирской области, которая никогда отдельно не была. Она была в РСФСР. Просто это было РСФСР. Давайте Тульское посмотрим. Батюшка. И Тульское, пожалуйста, министр. И Тульской области, и экологии тут. Все, у нас министерство. Давайте Ростов возьмем. Пожалуйста, министр Ростовской области. Выборг возьму. Так, здесь нет. У нас председатель Выборгского суда Ленинградской области. Область у нас осталась Ленинградская. Так, у них, потому что там, получается, отдельно. Не выходит министр Санкт-Петербурга. Так, хорошо. По Российской Федерации сейчас по РСФСР. Так, давайте Тверь посмотрим. Пожалуйста. Министр Тверской области задержан. Цветков Максим. Значит, Тверской области даже вот он не дописывает. Сразу выходят министры. Так, везде у нас есть. Давайте попробуем. Ржев возьмем. Нету. Не вышло ничего. Значит, какая-то субординация есть. Давайте попробуем. Я прям вас тут на глазах это делаю. Давайте Оренбург попробую. Опа, министр Оренбург. Все тут как положено. Так. Череповец давайте возьмем. Просто вот методом тыка. Череповец нету министров. Вы видите, как интересно, что за градация такая. Чебаркулик. Тоже нет. Челябинск сейчас возьмем. Пожалуйста. Челябинск все есть министры. Ну-ка посмотрим еще что-нибудь. Давайте Новосибирск посмотрим. Пожалуйста. Ну вот так вот. Это интересная игра. Какой-то кубик Рубика. Какая-то интересная градация идет по министерствам. То есть раздробили. Уже раздробили на более мелкие министерства. Мы видим, что не все города под это попадают. Но большинство крупных городов в Российской Федерации, причем Ленинградская область, не попадает. А в Москве министры свои. Что это за градация? Давайте вместе, совместными усилиями, искать информацию. Искать ответы на эти вопросы. Что они под шумок? Вы смотрите, пока натравливают масочников на антимасочников. Это такая... Им нужна эта пена. Этот шум нужен. А под шумок они вот тут уже раздербанили. Уже разделили. И еще раз напоминаю, что Ватиканский ключ. Ключи на департаменте городского имущества города Москвы. Слушайте, товарищи, давайте как-то просыпаться. Будите остальных. Показывайте этот материал. Делитесь этим видео. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. До свидания. До свидания.